В воскресенье житель дома номер 1, дробь 64 по улице Стройковой уезжал в командировку. Тогда он еще не подозревал, что вернется через несколько дней в опустевший двор. Вечером в понедельник ему позвонила супруга в слезах, сообщила, что в их спокойном дворике вырезали деревья. Береза стояла вот здесь громадная, выше дома, метров на 5, на 7 уже выше крыши. Здесь вязь стояла. Красивое синее осенье дерево листьями. Очень красивое. Там ясень, клен еще стоял. Все. И в понедельник половину вывезли. Сегодня утром она пошла на работу, еще лежали здесь. Еще не все вывезли. Я приехал, уже все, ничего нет. Сейчас в зимнее время отсутствие трех деревьев, возраст каждого из которых, по словам жителей, более четырех десятилетий, не так бросается в глаза. Их отсутствие остро будет ощутимо летом, когда не будет шума листвы под окнами и тени от объемных крон. Птички, синички. Вот я лично, допустим, на ветке вешал и сало, и кормушка была у меня. С окна прям доставал. Было приятно посмотреть. Внуки приезжали, радовались, синичком наблюдали, все остальное. Ну а летом тем более. Тут тень была. Выйти погулять с детьми, с внуками. Тем более вот рядышком детскую площадочку маленькую сделали. А сейчас все спилили, сейчас теперь все солнце будет в дома. Тем более дом у нас, так сказать, лето, все время солнечная сторона. Кому же помешали деревья во дворе, которые к тому же находятся в непосредственной близости с улицы Дзержинского? И чем больше насаждений возле дома, тем меньше шума и пыли. Казалось бы, стоит беречь зеленых исполинов. В управляющей компании, к которой относятся дом, нам сообщили, спил деревьев произошел по заявке жильца дома. Квартира 53-я подала заявку, мы пришли, обследовали. Там действительно было аварийное дерево, которое могло упасть на детей на детской площадке. Александр Васильевич не единственный, кто забил тревогу по поводу утраты. Именно так воспринимают неравнодушные люди потерю зеленых насаждений возле своего дома. В диспетчерскую управляющей компании за эти два дня не раз звонили возмущенные спилом деревьев жильцы. Почему мне кто-то звонил? Молодая девушка. Чтобы их спилить, да? Нет, увидел, что спилены деревья. То есть она хотела узнать, зачем их спилили, да? Да, 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 да. Итак, одно из деревьев признали аварийным, другое спилили за якобы близкое расположение к дому, а от третьего вовсе отреклись. Хотя оно явно спилено в то же время, что и остальные. Появятся ли здесь новые посадки взамен – вопрос. И если появятся, то сколько лет потребуется, чтобы саженцы стали тенистыми, раскидистыми деревьями, что скрашивают жизнь в городских джунглях. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».